В Темиртау построят новый канал для перехватывания талых вод в пик паводка, сообщает газета Зеркало. В последние три года город Металургов особенно сильно топило. Основной поток паводковых вод переходился со стороны трассы. Это выяснилось после обследования участка, который топило. После ремонта водопропускные сооружения под дорогой стали шире, вот воды они стали пропускать в разы больше. Канал протянется почти на полтора километра, сообщает издание. От шлака отвала Каргресс номер один до района поселка Чкалова. Надеюсь, это очень поможет устранить ту ситуацию, которая каждую весну за последние три года складывается в Темиртау. Я лично был свидетелем того, как топят окраины города. Это на самом деле очень страшно. Переносимся к другой части нашей страны. Газета Звезда Приртышья также сообщает о проблемах с водой, но уже с горячей. Многие повладарцы жалуются на перебой с горячим водоснабжением. Пока одни отмечают это, другие говорят о том, что продолжают мерзнуть в своих квартирах, несмотря на то, что отопительный сезон уже длится примерно месяц или даже больше. Не дождаясь ответа от теплосетей и КСК, люди вынуждены писать Акиму региона прямо в блог. Он заявил, что Акиму городов нужно наладить обратную связь с народом. По примеру, полицейских, которые ежедневно обзванивают заявителей и интересуются, как сотрудники отработали вызов, сообщают журналисты из Дании. Давайте послушаем о том, как объясняют ситуацию с перебоями с горячим водоснабжением в этом регионе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы проводим плановые мероприятия, чтобы наладить циркуляцию. Для этого необходимо проложить обратный трубопровод. К другим темам. Теперь жители Актюбинской области могут пользоваться услугами панто-лечебницы у себя в регионе. Такую новость публикует портал газеты «Казахстанская правда». Многие вначале сомневались в успешности мораловедческого хозяйства в степной Актюбинской зоне. Однако семья телегенов из села Казанка доказала обратное. Животные не только прижились, но и комфортно себя чувствуют в природно-климатических зонах, получается, при погоде и том ландшафте, который присутствует в Актюбинской области. И не зря хозяева посчитали регион пригодным для получения моральных панк. Давайте послушаем о том, как сейчас обстоят дела с лечебницей и с тем, как вообще этот бизнес, если его можно так назвать, наладили в этом регионе. Ныне уже мало кто сомневается в том, что проект потерпит неудачи. Более того, олени прижились и в хозяйстве работают над увеличением поголовья. Да и в пантолечебницу люди едут на оздоровление уже из разных уголков. В числе клиентов не только жители области. Приезжают люди из Астаны, Актау, Атыраук, Злорды и даже из России. Несколько слов о культуре в нашей стране. Индустриальная Караганда пишет о том, как прошел 8-й международный фестиваль опереты и мюзикла. Подробности в своем большом достаточно материале описала журналист Анна Строкова. В этот раз «Смотр искусства» открыла премьера мюзикла «Алые паруса». Над его постановкой работали специалисты из Санкт-Петербурга, обладатели «Золотой маски». Автор материала обозревает постановку с разных сторон. Говорят вообще, что не только журналисты этой газеты, но и ряд информпорталов о том, что действительно постановка вызвала настоящий ажиотаж в хорошем смысле, аншлаг в зале и множество восторженных отзывов об этой театральной премьере. Давайте послушаем о том, как автор описывает все, что происходило на сцене. Красивые декорации, отражающие атмосферу спектакля, переносят зрителя в портовый городок, где и происходит действие. А великолепный свет, оркестр музыка Дунаевского и отец с малышкой о соль на руках – зрелище незабываемое. И, конечно, здесь есть своя добрая фея в исполнении Виктора Ягушкина, а также прекрасный Грей, который обязательно встретит свою возлюбленную под алыми парусами. Ну и в завершении сегодняшнего утреннего обзора новость со страниц Казалардинских вестей. На юге реконструировали памятник Каркиту Ата. Такой подарок в честь 200-летия Казаларды сделал район Жанокырганский. Обновить исторически значимое место стоило денег, конечно, немалых. 17 миллионов тенге. Все средства спонсорские. Рабочие уложили 365 квадратных метров керамогранита, сообщает журналист своей публикации. 260 простого гранита и 520 брусчатки. Ну, напомню, памятник легендарному мыслителю, поэту и композитору тюркского народа был открыт на правом берегу Средари в честь 1300-летия его книги. На этом свой обзор, 8-часовой обзор прессы завершаю. С другими новостями присоединюсь к тебе, Рестан, и ко всем нашим зрителям. В следующем части новостей на русском языке в 10 часов утра. Слово передаю тебе. Что ж, раз ты завершил свой обзор культурными новостями, это хороший знак, потому что следующая новость у нас тоже о культуре. Марк Брюшко был с обзором региональной прессы. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»